В советское время было много поговорок про бездарь и неумех. Например, у официантов наберут по объявлению, теперь работают с ним в паре. У милиционеров набрали вас по объявлению как сильных, а спрашивать с вас будем как сумных. У нас на флоте. Говорили, набрали во флот детей по объявлению. Но большинство людей в советское время устраивались на работу все-таки по объявлению. У каждого завода перед проходной висели вот такие доски с десятком специальностей. Но не припомню я, чтобы набирали чиновников по объявлению. Но не было на дверях райисполкомов объявлений о приеме на работу. Да и нынче частенько пишут в прессе. Чиновник такой-то взял на работу того-то из своей старой команды. Значит, существуют эти самые команды у руководителей. Так может объявление про вакансии для чиновников, про конкурсы для них же. Это так? Для галочки. Некая имитация возможности с улицы прийти в чиновники. Мне приходилось по работе в СМИ общаться с людьми, пришедшими по объявлению, работать с журналистами. Результат в основном плачевный. Уже не до спряжения глаголов, не до спонения существительных. Тут бы научиться выговаривать слово обыкновенно вместо обнаковенно. А ведь набирали гуманитариев. Нынче все знают Стива Джобса. Так вот, он после школы продолжил образование в Ридж-колледже. Это был частный гуманитарный колледж. Один из самых дорогих в Америке. Поручился он там 6 месяцев, потом бросил, потом основал Apple. Так вот, Стив Джобс не смог бы принять участие в конкурсе на должность. Начальник сектора разработки программного обеспечения Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. Образования не хватило бы у Стива Джобса для этой должности.